Величие царя Светом окружен Нет ни тени в нем От голоса царя Трепещет вся земля Велик наш Господь Велик наш Господь Будь со мной велик Наш Господь Увидит вся земля Что Бог наш верит Великий Бог Отец Вечности Творец Он начало и конец Он начало и конец Ты единый Бог Отец и Дух Святой Он огнец и умлет Он огнец и умлет Велик наш Господь Велик наш Господь Пой со мной Велик наш Господь Увидит вся земля Что Бог наш велик Велик наш Господь Велик наш Господь Пой со мной велик Велик наш Господь Велик наш Господь Увидит вся земля Велик наш Господь Пой со мной Велик наш Господь Велик наш Господь Слава вся Тебе Твое имя Твое имя Выше всех И душа моя Поет Велик Велик Как Ты Как Ты Как Ты Велик Как Ты Велик Велик Пусть Воспоет Мой Дух Господь Тебе Как Ты Велик Как Ты Велик Велик Как Ты Велик Воспоем еще Пусть Воспоет Мой Дух Господь Тебе Велик 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 Как ты велик, как ты велик, велик наш Господь, Поезд со мной велик наш Господь, Увидит вся земля, что Бог наш велик. Буду я петь и восхвалять, сладко мне имя Твое, И чудеса Твои возвещать, ведь Бог упование мое. Буду я петь и восхвалять, сладко мне имя Твое, И чудеса Твои возвещать, ведь Бог упование мое. Буду я петь и восхвалять, сладко мне имя Твое, И чудеса Твои возвещать, ведь Бог упование мое. Буду я петь и восхвалять, сладко мне имя Твое, И чудеса Твои возвещать, ведь Бог упование мое. И чудеса Твои возвещать, ведь Бог упование мое. Он упование Твое и мое. Слава Тебе, Господь, Честь и величие, сила и слава во веки веков, Во веки веков, Слава Тебе, Господь, На земле и на небе, слава Тебе. Солнце встает, Новый день приходит, Время вновь хвалу воздать, За все Твои дела и за каждый новый вздох мой. Я буду славить, я буду славить до загаданья. Славь душа, славь душа. Славь душа, Господа, славь душа, Имя святое, Бог поему, как никогда. Славь душа, благослови, Господа. Твои величие и милость безграничны, Ты справедлив и благо мне. За все Твои дела я буду славить, Ведь для Того есть миллион причин. Славь душа, Господа, славь душа, Имя святое, Бог поему, как никогда. Славь душа, славь душа, благослови, Господа. Славь душа, Господа, славь душа, Имя святое, Бог поему, как никогда. Славь душа, благослови, Господа. И в тот миг, когда силы сякнут, Жизнь подойдет к закату дней, И тогда Тебя не перестану славить. Славь душа, Господа, славь душа, Господа. Славь душа, имя святое, Бог поему, как никогда. Поему, как никогда, славь душа, благослови, Господа. Благослови, 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 Господа. Благослови, 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 Господа. Славь душа, благослови, 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 благослови. Лютер в городе Виттенберге прибил знаменитые свои 95 тезисов к воротам замковой церкви, и эта дата считается началом реформации в Европе. И вот начиная с этой даты мир не остался прежним. И мы празднуем этот праздник, это наша хорошая традиция, мы ее будем придерживаться постоянно, и мы всегда поем этот гимн на День Реформации. Давайте будем читать вместе. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Вместе читаем. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля. И горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись в царство. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошения на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье. Колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен на родах, превознесен на земле. Господь сил с нами. Заступник наш. Бог Иакова. Давай еще раз прочтем последний стих. Господь сил с нами. Заступник наш. Бог Иакова. Еще раз. Господь сил с нами. Заступник наш. Бог Иакова. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Господь наш меч, облод и щит, и крепкая твердыня. Он всюду в бедствиях хранит. Бог благ, он полон силы. Наш древний лютый враг тревожит нас, что шаг. Коварной злобой он на всех нас ополчен. Господь защита наша. Слава Иисусу Христу! Пусть вражьих сил земля волна, Их ярость нас не сгубит. И не поглотит нас она, Пока Господь нас любит. Хоть стрелы сатаны на нас обращены, Но нам не страшен Он, Над Ним уж суд свершен. Свершен единым Словом. Нет в мире крепче ничего, Чем сила Божья Слово. Как в злобе одолеть его, Оно всему основа. И если сатана нам нанесет урон, Похидит жизнь и честь, Ему мзды не обресь, Ведь с нами Божье Царство. Ведь с нами Божье Царство. Во веки. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, Господь. За силу Твоего Слова, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Нет в мире крепче ничего, Чем сила Твоего Слова, Отец. Спасибо Тебе. Вы знаете, друзья, Я как-то задавался себе таким вопросом, Почему некоторые гимны, Которые мы поем сегодня, Многие современные песни, Мы можем забыть их уже к следующему воскресенью. Но такие псалмы, Как Господь наш меч, оплот и щит. Такие псалмы, Как у благодать спасен Тобой. Есть много потрясающих старинных гимнов, Которые мы будем петь, Ну, доколе Господь, наверное, не вернется. И вы знаете, я вот задавался себе этим вопросом, Почему эти песни не поются до сих пор? Почему некоторые песни, Которые сегодня сочиняются, Они очень быстро забываются. А эти песни, Они не теряют своей актуальности даже сейчас. И знаете, я пришел к одному выводу. Все эти псалмы, Все эти гимны, Они были написаны, Во-первых, они были написаны священниками. Они были написаны пасторами. Они не были написаны лидерами прославления. Они были написаны священниками, богословами. И там очень много Божьего Слова. И когда апостол Павел говорит нам, Назидайте самих себя псалмами, Словословиями, духовными песнопениями, Он имеет в виду это. В наших псалмах, в наших гимнах, Должна быть большая содержательная часть Слова Божьего. И я думаю, именно поэтому эти гимны, Они звучат как проповеди для нас самих сегодня. Аминь. И вторая причина, почему это происходит, Все люди, которые писали эти гимны, Они прошли через определенные периоды испытаний, Через определенные долины смертной тени. Вот Мартин Лютер, Этот гимн, знаменитый гимн, Который он написал, Он был сочиненным после трехдневного поста, Когда он находился в сильнейшей депрессии, Когда ему казалось, Что весь ад восстал против него, Как он говорил. Потому что этот человек пошел в одиночку, Хотя он не собирался этого делать, Он просто стал говорить Слово Божье, И он в одиночку выступил против всей, Можно сказать, Той современной римской империи. И он переживал сильнейшие атаки. И вот когда это давление было столь невыносимо, В последний день поста трехдневного, Он взял свою лютню, И он запел этот потрясающий гимн, Который мы поем сегодня. И вы знаете, Мне еще задают вопрос, Что является настоящим поклонением Бога? И вот я больше чем уверен, Когда тебе трудно, Когда тебе тяжело, Когда тебе невыносимо тяжело, Но при этом ты продолжаешь признавать авторитет, И главенство Бога над своей жизнью. И провозглашаешь это, Говоришь об этом. Это и есть настоящее поклонение Господу, друзья. Когда все из рук, он плохо, Но ты продолжаешь славить его. Ты продолжаешь идти вперед и не сдаваться. Именно такими были реформаторы. И второй гимн, который мы хотим сейчас спеть, Это таборитский гимн. Недавно мы отмечали, помните, 600 лет со дня смерти Яна Гуса, Со дня его гибели, Когда он был сожжен на костре. И мы пели уже с Александром этот гимн. Я не буду рассказывать вам, Кто такие табориты. Но этот гимн, он очень воинственный. И он называется Божьи войны. Вы знаете, церковь, она имеет множество Различных значений, то есть эпитетов. Церковь – это Божья семья. Аминь. Мы с вами Божья семья. Повернись своему ближнему и скажи, Мы с тобой семья. Одна семья. Мы с тобой омыты одной кровью. Кровь Христа омыла нас. Возможно, знаете, возможно, Мы бы в миру, в обычной ситуации, Мы бы терпеть друг друга не смогли бы. А здесь приходится, да? Нет, братья и сестры, не приходится. Здесь любовь Божия наполняет наши сердца. И ты начинаешь быть способным Любить самых разных людей. С самыми разными характерами. Церковь – это Божья семья. Церковь сравнивается с невестой. Братья, скажите, я невеста Иисуса Христа. А? Что-то не слышно мне басовитых голосов. Сестры, не вмешивайтесь, пожалуйста. Братья, ну скажите, чего вы? Спасибо, Женя. Ну, по крайней мере, трое здесь точно невеста. Остальные не смущайтесь. Так говорит Священное Писание. Мы с вами невеста Иисуса Христа. И однажды мы все вместе придем на брачный пир к нашему жениху. К тому, кого наше сердце желает больше всего. Это правда. Его мы желаем больше всего, братья и сестры. Аминь. Скажи громко Аминь на это. Потому что это Аминь, Он хочет услышать от тебя. Но вы знаете, Церковь также – это Божья армия. Мы Божья армия. И для того, чтобы сражаться за истину, как это делали реформаторы прошлых времен, нам нужно быть смелыми. Нам нужно быть в меру воинственными. Вы знаете, Церковь, она должна быть пророческим голосом для этого мира. И она должна смело провозглашать истину. Мы должны быть Божьими воинами. Слава Господу! 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 с того композитора, который очень хорошо известен в нашей церкви и музыка которого звучит на каждом празднике Реформации. Это Иоганн Себастьян Бах. И сейчас мы исполним композицию, которая называется «Минуэт». Иоганн Себастьян 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 Это произведение, которое как раз исполнялось на празднике в церкви, в лютеранской. И это произведение называется «Езус бляйбет майне фройнде». В переводе «Иисус остается моей радостью». 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 Ну и в завершение экскурсии в музыку XVIII века мы исполним мелодию, которая называется «Вивачи». написал ее итальянский композитор Арканжело Карелли. «Иисус остается моей радостью». «Иисус остается моей радостью. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы уже заметили, мы играем музыку и поем из разных эпох, и они написаны разными абсолютно людьми, разными авторами, разными композиторами, и написаны в разных местах. И вот, как Аркадий правильно заметил, вот для чего нам сегодня, например, на празднике Реформации играть музыку Леклера, которого мы абсолютно, наверное, не знаем. Но я думаю, что он был очень популярен в свое время, очень популярен. Аркадий говорит, что его знали больше, чем Баха. Знаете, все пройдут Леклеры, пройдут, но Бах останется во веки веков. Но на самом деле Реформация, она повлияла на все жизненные сферы общества того времени. Если бы не было Реформации, не было бы Ренессанса, не было бы такого развития в культуре, не было бы такого развития в промышленности, в политике, в экономике. Это коснулось буквально всех сфер жизни общества. И это то, в чем мы сегодня нуждаемся, друзья. Аминь. Мы нуждаемся в Реформации, потому что Слово Божие, оно способно изменять все. И сейчас мы с вами виртуально перенесемся на другой континент, на североамериканский континент. И мы споем старинный негритянский спиритчуэлс. Какое отношение он имеет к Реформации? Дело в том, что эта музыка, она тоже была своего рода реформационной. Она была неким основанием для очень-очень многих музыкальных стилей, современных музыкальных стилей, о которых мы сегодня все с вами знаем. Я думаю, если бы не было спиритчуэлс, мы бы с вами сегодня не могли наслаждаться джазом. Мы бы не могли с вами наслаждаться музыкой госпел. Мы бы не смогли, ну, кто как, конечно, но мы бы не смогли слушать сегодня музыку, которую мы знаем под названием рок-н-ролл. Эта музыка, она послужила таким своеобразным основанием для очень многих современных музыкальных стилей. Поэтому я думаю, что она по своей сути реформационна, и она наряду с теми гимнами, которые мы пели ранее, она содержит в себе Слово Божие. И спиритчуэлс, который мы споем сейчас, мы будем петь на языке оригинала, на английском языке, она называется «Down to the river to pray». Давайте спустимся, братья и сестры, к реке, помолиться. Давайте вместе помолимся, чтобы реформация пришла в город Екатеринбург. Мы будем петь сейчас. Слово Божие. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, мы благословляем Твое имя, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Господь, покажи нам Твой путь, Отец, покажи нам Твой путь, когда мы молимся, когда мы обращаемся к Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Но, друзья, давайте теперь мы перенесемся назад в 15 век, и мы сейчас споем гимн, который нам уже полюбился, который мы поем на причастии, на вечере Господней все вместе. Это гимн Яна Гуса, который называется «Смертью смерть попрал». Смертью смерть попрал Спаситель наш Иисус Грех наш уничтожил Спас от смертных усть Волею своею Смерть избрал И, воскреснув, дал нам Вечной жизни Смерть Вспоминаем Мы Теперь твои слова Тело предается Льется кровь за вас Тело дал нам в хлебе Кровь в вине Дар твой драгоценный Пусть скорбящий брат в тебе найдет Горе разрешенье и любви облом Ты, ходя к столу, испытывай себя Иисус, коль веришь, укрепить себя Но если в сомнениях ты сейчас Господу доверься, милует она Не надейся ты на праведность твою Все грехи в смирении принеси Христу Жаждущий, иди ко мне и пей Так сказал Господь наш в милости своей Так смирись, живу по бане на него Умер на кресте он только для того Радость тебе нет, тебе вручить И для вечной жизни в теле воскресить Вечь грех мира взял он и на крест вознес Жизнь и обещанье вашей мир принес Грешник, приходи теперь ко мне Веруй непреложно, все прощу тебе Вот склоняюсь я к святому алтарю Трепетно вкушаю и благодарю Дай Господь мне с радостью принять От тебя прощенье, духа благодать Иисус, Господь, с тобой питаешь нас Здесь твои мы, братья, в сей блаженный час Слава и хвала тебе вовек В племенах и родах Бог и человек Слава и хвала тебе вовек В племенах и родах Бог и человек Иисус, Господь, с тобой Иисус, Господь, с тобой Иисус, Господь, с тобой Субтитры сделал DimaTorzok